Тот слайд. Это в России. Объем российского рынка, а если мы говорим именно о рынке, в традиционном понимании маркетингового смысла, порядка 4 миллиардов долларов. То есть здесь рынок 4 миллиарда, а потенциальный эффект от внедрения этих решений, он 5,5 триллиона. То есть нужно разграничить эти два понятия. Рынок это там, где мы все, кто находится в зале, кто находится в пленатной сессии, там, где мы оперируем, там, где мы участвуем. Экономический эффект это то, что получат потребители наших товаров, которые завязаны на промышленном интернете. Понятно. Ну, спасибо. Ну, вот мне все-таки, вот, знаете, вот очень важный месседж, вот на мой следующий, ну, тот, которому я тоже придерживаюсь, что зачастую сейчас компании, многие компании внедряются в цифровые технологии не для того, чтобы там повысить ЭКДУ, но они как бы декларируют это, но не для этого. Просто стоимость актива, она выше на рынок, если в активе есть какие-то цифровые технологии, как там, внедрены, они двигаются и так далее, там, да. Мне кто-то говорил, вот, Анна Андреевна, может, вы поправите, я вот не знаю, есть такой слух, что компания, ничего плохого ни про второе, я скажу, но компания Майл.ру стоит дороже, чем компания Мегафон на рынке, она котирует просто потому, что она занимается какими-то высокими технологиями. И вот у меня вопрос от Кирпану я хотел вот рассказать. Когда вы говорите про то, что вкладываются там миллиарды, а эффект в триллионы, это вот эффект акционерной стоимости или это эффект реальных денег, которые на рынке есть? Я вот не могу цифрой никакого осознать до конца. Нет, это вот эффект как раз денег на рынке. То есть, если мы возьмем несколько применений промышленных, и в каждом из них есть уже доказанные кейсы, есть продукты, которые, по сути, говорят вам, что вот можно повысить эффективность определенного процесса на 5, 10, 15, 20% в зависимости от его составляющей. Соответственно, эффективность процесса, помноженный на его материальные показатели, помноженный на его денежные показатели в совокупности через всей индустрии. То есть, эту методологию придумали не мы, эту методологию придерживается практически весь мир. Я согласен, что в какой-то степени она может быть оторвана от реальности, но, по крайней мере, под классами математическими методами получается действительно вот такие вот цифры. То есть, эффект, помноженный как раз на денежные подлоги, высвобожденный и суммированный во всем индустриям. Спасибо. Я вот сейчас даже перейду в некоторый другой формат. Я вот вопрос задал. А можно вот обратить? Может, у спикеров есть вопросы друг другу? Ну, задайте, давайте дискуссию оживим. А вот есть вопрос. Пожалуйста. И не зря я задал вопрос. Добрый день. Олег Зариманов, не цифровая экономика. Телеграм-канал. Приятно познакомиться. Я читаю ваш канал. Спасибо. Спасибо. У меня немножко конситуальный вопрос. Все-таки интернет вещей, ну, и состав спикеров, которые здесь присутствуют, да, то есть ассоциации больших банных, операторы. Это такая достаточно комплексная вещь, да, то есть и, то есть если там это про обработку данных, да, то есть большие данные, то есть если это про предиктивную аналитику, то это искусственный интеллект. Это сети связи, очевидно, да, то есть беспроводная связь. Если это датчики, то это робототехника и сенсорика. Мне вот интересно, как в группе, которая занималась, собственно говоря, построением концепции промышленного интернета или группе, которая занималась построением дорожной карты, как разделялись, да, то есть что такое, то есть, потому что все эти дорожные карты, они есть по этим технологиям. Что именно для промышленного интернета, то есть, что такого есть в промышленном интернете, а чего нет во всех остальных. Спасибо. Роман, наверное, это тебе, что-то больше. Я понимаю, вопрос ко мне. Вы все правильно сказали. Это первое, говоря про концепцию. Вот концепция построения узкополосных сетей, это именно вот как раз тот наглядный пример, когда явление под названием интернет вещей, по сути интернет вещей, сам все тоже являются концепцией. Если мы начнем там историческую справку, посмотреть, что это такое, да, там вот этот вот главный переход от M2M к интернет вещей и так далее. Вот и концепция, она рассматривает именно тот связной слой, и она немножко, грубо скажу, не лезет в некую там платформенность, в обработку данных и так далее. Она исключительно говорит про некие ресурсы, ресурсы для нас это, собственно, частотные, да. Это те технологии, перечень протоколов. Она, кстати, достаточно максимально расширена, в том числе, я там участвовал в том, чтобы добавить, ну, по возможности все, что есть, как в мире, и самое главное, там, Северо-Российской Федерации. Изначально там нечаянный бутвар наш забыли любимый, но потом его добавили, да. Вот и она говорит о том, как строить сети, как сети эти выбирать, и когда некие рекомендательные характеристики, как лучше выбирать, какие бы сети лучше использовать. А о чем вы говорите про промышленный интернет? Промышленный интернет, вот я когда рассказывал, специально оговорился о том, что промышленный интернет, это не только айот, это как минимум вот предложение тематической рабочей группы, это ни в коем случае не буквально история, не какая-то константа. Это вот, собственно, опыт международный из Индастрового интернет-консорциума, да, это опыт наших экспертов, которые, когда решили, ну, решили, давайте даже так говорить, что вот как минимум пять слоев, они существуют, в каждом слое пишется про свое, собирается опыт, собирается проблематика, собираются решения. Если переходить к промышленному интернету с точки зрения дорожной карты, то, наверное, вот на этой дискуссии об этом говорить рано, потому что в пятницу как раз будет проходить личная презентация на работе кооператора, собственно, Центр компетенции, там РосАнтон, Центр компетенции РОК рабочей группы. У нас есть определенная информация, у нас есть дискуссия с авторами той дорожной карты, она открытая, мы находимся в рабочем процессе, собственно, в рабочей дискуссии того, что конкретно и какие меры, и чего же там должно быть и присутствовать. Это непросто, непросто, скажем, по причине того, что совершенно мы правы в том, что все пересекается, то есть вот даже если мы сейчас откроем вот второй слой субтехнологий, так называемых, это телекоммуникации, да, миндатными, то мы уже сразу начнем пересекаться с информационной инфраструктурой, да, мы сразу начнем пересекаться с соседней сквозной технологией беспроводные сети, да. Вот если мы открываем, например, и в том числе, кстати, коллеги, я в зале вижу, присутствуют из информационной безопасности, и каждый раз еще возникает информационная безопасность, да, но она, я об этом, кстати, говорили, это серьезная тема, но она везде на разных слоях своя, и она разная. Вот, наверное, получился даже не ответ, а некие размышления совместные, да, но тем не менее. Спасибо, Роман, да. Коллеги, есть еще какие-то вопросы? Вот, спасибо большое вам, Крив, спасибо за несколько, все отлично. Добрый день, Геннадий Крабачев, компания «Феникс». Мы работаем, в том числе, в направлении госуслуг, и мы, с вами, Роман, упоминал, большие данные. Меня вот интересует, как сейчас движется развитие направления в обработке данных, которые получаем мы, вот, и при работе с гражданами, при интернете, ищей, мы можем, и ЖКХ, мы, да, то есть вот именно вот такую, в ней небольшую группу данных использования, и в том числе и монетизация, возможно, для разных слоев компаний, которые в России работают, да? Ну, судя по всему, это у меня вопрос, и я очень люблю на такой вопрос отвечать, потому что он многослойный. С одной стороны, тема больших данных и защиты прав граждан при обработке данных, это тема перегретая. Она очень сильно перегретая благодаря вот журналистам, всяким, потому что большой брат смотрит за нами и так далее. На самом деле, сейчас прогресс развивается таким образом, что из персональных данных мы все больше перемещаемся в область интернета вещей, где персональных данных нет. И на самом деле, эти примеры уже внедрены в нашу с вами жизнь довольно давно, и никто по этому поводу сильно не переживает. И для того, чтобы строить бизнес, ну, например, вот один из моих любимых примеров, это когда вы штраф получаете вместе с фотографией за превышение скорости, там мы никакого согласия на обработку персональных данных никто не дает, при этом ваша биометрия там отражается, сейчас правда делают попытки биометрию немножко замазать и встереть. Вот, ну вот для бизнеса не имеет значения, как вы выглядите, когда ведете автомобиль и превышаете скорость. Ну и государство не имеет значения, хорошая у вас прическа там, или вы с девушкой едете. Потому что штраф вам выставляют. То же самое, на это также нужно смотреть с точки зрения бизнеса. Не важно, Вася Иванов или Петя Петров пошел сегодня смотреть вечером «Казанский Кремль». Важно, что пошли люди определенной социальной и возрастной группы, и им интересно выпить там чашечку кофе, условно. И вот, что движет бизнес. Поэтому мне кажется, что мы начали осознавать важность и геоинформационных данных, и данных в области интернета вещей для бизнеса, и оцениваем сейчас положительный эффект для БВП, для граждан и так далее. Я, правда, с цифрой 5,5 триллионов никак не могу согласиться. Мне кажется, в завышенную историю. Ну, около 2 триллионов мы действительно подтверждаем. На горизонте 4-5 лет можно достичь в основном в торговле, в добыче и обработке полезных ископаемых, ЖКХ, вот основные области металлургии, где такие эффекты можно поймать. Что касается вторичного использования данных государственных систем, это вопрос сейчас очень болезненный для государства, нет пока позиции. С одной стороны, бизнес и различные общественные организации обращаются к государству с просьбами подумать о том, как бы правильно сделать вторичное использование данных, которые собраны государством, потому что государство, выполняя свою государственную функцию, выполняло, в принципе, ее социальные точки зрения и за деньги налогоплательщикам. Поэтому бизнес также может иметь право, не нарушая персональных тайн, защит и так далее, которые у нас есть в конституции, никто на них не покушается. Но данные агрегированные, может, подлежат вторичной обработке, но дискуссия, к сожалению, не закончена. Я очень верю, что нам на этом пути удастся достичь консенсуса, но не могу вам сказать, сколько времени это зайдет. Спасибо. А вот рядом был, по-моему, у вас вопрос. Можно, пожалуйста, микрофон передать? Единственная просьба, вы тогда назовете имя спикера, к которому обращаетесь, так будет, короче, потому что многие хотят ответить на вопросы. Хорошо, спасибо. Любимов Александр, Благоград, компания Волма, производитель строительных материалов. Вот, когда я рассказывал про то, как внедряются хорошие технологии, заливаются водой, ну, возник вопрос такой, вот, какие быстрополучаемые плюшки от внедрения айотки, ну, плюшки имеются в положительном смысле, можно обещать акционерам с одной стороны или исполнителям с другой стороны? Если говорить на примере того, чем занимаемся мы в частях производства или сервисы техники, выстрая пушка, например, вы на осмотр для локомотива с точки зрения того, чтобы детектировать какие-нибудь неисправности и так далее, по рекламе додводится порядка двух часов из общих пяти или шести, которые может отойдиться на обсуждение. Вот, если мы, там есть аккумуляторные батареи, электродвигатель, колесные пары и так далее, порядка шести и семи десять параметров, которые надо проверить, как работают функционеры. Оснастив датчиками эти системы, мы не имеем возможность в течение двух-трех минут, вот он забежал, либо распознаванием образа через видеоаналитику, либо через RFID, мы говорим, это пришел вот такой-то локомотив, вот его состав изделия, вот он в виде системе разложен полностью по деталям, вот, соответственно, характеристики в нем по ресурсу каждой из этих деталей, то есть у нее есть базовый ресурс, остаточный, тот, который я должен, и получается, что мы сокращаем время на детектирование тех элементов, которые надо поменять, которые надо, соответственно, дарить электролит, например, и масло, и песка добавить, и, соответственно, вторая часть, то, что у вас к компоненту, когда вы детектировали неисправность, ну, о том, что надо сделать, у вас товари материальные ценности не на сладеньках находятся, они уже к этому моменту приговаривают к вам, вот, то есть, это пушки, вот, с точки зрения сервиса, вот, так, с точки зрения сам, вот, то, что, соответственно, решение на Новочеркасске отработано, у вас есть меопарк из нескольких сотен, ну, металлообработки, если у вас, вы говорите, я на сегодняшний момент вижу, что, в лучшем случае вижу, по отчетности, когда он включался, когда он включался, но у меня нет точной информации, что он конкретно точил, ну, кроме, там, бумаги, нет точной информации, насколько была электроэнергия на конкретную деталь, ну, то есть, чтобы расписать. Вы возвращаетесь и говорите, смотри, на сегодняшний момент, ну, то менеджер, будь то акционер, у нас есть объектовая, вот, прям, дискретная картинка, что на что тратится, и ты можешь спокойно на основании этой информации принять решение, окей, я слишком много трачу на производство гвоздей, я не буду больше это производство держать, я завтра же, значит, перевожу его на аутсорсинг. Это, вот, например, для акционера или для менеджмента очень простое решение, которое выявляется в течение месяца, это не надо ждать коды или какие-то длительные. Ну, если такие на пальце примеры, вот они, которые, ну, а оценку изменения беды, это, кроме как заказать вам консалтеров, которые физически покажут, где и какие элементы влияют на повышение вот этого мультипликатора, ну, хотите нас пригласить, мы с огромным удовольствием поможем там показать, что это касается производства, что касается сервиса, что касается предиктивки как такового. То есть в группе есть все эти направления, и мы гордимся тем, что мы имеем и место в приложении усилий, и мозгам интересно потренироваться и развивать себя не только, там, в части какой-то теоретической, но и в части практической. Можно я еще дополню, если международной позиции очень жестко получится. Вы в скором времени не сможете не отцифровываться, понимаете? Мы сейчас находимся в стадии промышленности, когда паровые машины были изобретены, если сто лет назад подойти, да? И, ну, еще был присутствующий ручной труд. Ну, грубо говоря, 90% производства и мануфарктура работали на ручной трубой, а 10% на паровых машинах. И вот 90% говорили, а что нам, какой эффект нам даст переход на там паровую машину? Она дорогая, там надо воду, там надо дрова, значит, все это там крутится, нет специалистов. У нас, понимаете, история такая, вот, кстати, опять про Toyota. Задачи Toyota в чем фундаментально заключаются? Отцифровать физический мир и завернуть его в виртуальный, потому что у нас на уровне человечества в развитии больше виртуальности сейчас достаточно большое идет, вот эти все хайк-движения на блокчейнах и так далее, обработка дармы. А не отцифровав, ну, собственно, ничего не получится. Поэтому, собственно, смотрите на наш коллег из Германии, да, собственно, который, кстати, инициировали все эти истории промышленности 4.0, и группа VAC первой пришла на платформу, с точки зрения вот этой платформы MQB, которая у них в автомобилестроении происходит. И самое важное, о чем говорит мировая, собственно, экономика, о том, что, ну, наверное, не для нашей страны, но для большинства крупных индустриальных стран идет перепроизводство, большое количество товаров, которые не потребляются. И поэтому один из стримов, там, той же промышленности 4.0, это custom development development, то есть именно собственная разработка под комплектом клиента. Ну, вот, мой ответ такой, что, как бы, ну, не будете переходить, ну, надо. Дипоцитики скоро будет не буду. Спасибо. Ответ правильный, просто вопрос был, как продать. То есть я так понимаю, что коллега... Можно очень прикладной ответ про то, как продать. Я очень болею душой за развитие рынка, поэтому хочу поделиться опытом. Значит, чтобы вырастить индустрии, нужно в первую очередь работать с ОПИКСом. ОПИКС – это ваш ZIP, обслуживание, текущее ремонт и так далее. И на это как раз в первую очередь и направлена предиктивная аналитика и контроль физический, IT, вот в крупной промышленности. Огромные статьи расходов, куча неэффективности. Там можно начинать прям с базовых слоев. Условно датчик ставишь, анализируешь, когда был последний ремонт, и дальше можно этот срок увеличивать. И заканчивая уже нашими любимыми областями виртуальные очки, дополненная реальность, обучение в процессе ремонта, сокращение количества специализированного персонала, который ремонтируют, и так далее и тому подобное. То есть можно начинать с маленьких шагов, но дальше мы все равно, раз или поздно, придем к виртуальным копиям наших промышленных производств. Я уже не говорю про транспорт и логистику, где эффекты можно очень быстро получить. Именно за счет включения в единую эту систему, быстрой отдачи на аутсорс несвойственных функций и усиления своей основной эффективности. Я сейчас предоставлю Борис. Я очень коротко, извините, коллега из Лукограда, он задал вопрос более сложный. Он спросил не только, как это продать акционеру и менеджмент, а еще к садам и людям продать, ну, людям, которые там работают. Ну, если я правильно вас понял. Сбалансировать в интеллект. Да, да. А ответы-то все были проакционированы – менеджмент. Вот я хотел у Игоря спросить. У меня, знаете, я правда, я без всяких там не понимаю, что ли мы в производстве, потому что снимаем сферодейливость. Вы точно разбираете, ну, хорошо, вы говорите. Ну, как, смотрите, вот, если мы внедрим набор технологий и регламент соответствующего лица технических изменений проведет, то у нас, значит, локомотив, который заходит в депо, допустим, да, какой-то пункт, его будут осматривать, там, на сколько процентов быстрее. Ну, если я правильно вас понял. Соответственно, ну, это же выгодно и персонал, в том числе, и меньше работать, да. Но следующий шаг за этим, если персонал меньше работает, больше простаивает, что с ним делать эффективный менеджмент – сокращает. Или повышает норматив, как в нашем селе. А у вас так много лишних локомотивов, чтобы постоянно загонять их, значит, через... Просто, если у вас нет, у нас как раз интересно, чтобы он режет к нам выходить, у нас, как я упоминал, самые важные факторы – это коэффициент готовности к эксплуатации 95%. И чем режется к нам заходит, нам все равно деньги платят не за то, сколько мы ремонтируем, а за то, сколько он находится там. Даже если мы, он зашел, мы ничего не отремонтировали, но обеспечили гарантию, что он в справном состоянии, и он от нас вышли, мы все равно свои деньги получили. То есть, на гипотезе о том, что внедрение в данном конкретном случае технологии на ваших производственных площадках может привести к скорочению персонала, неверно? Она переводит персонал зачастую в новую парадигму контроля. То есть, если сегодня персонал является оператором выполнения механических функций, то цифра у нас на сегодняшний день начинает сначала, вот первые шаги, самые шаги, она просто контролирует эти функции, начинает путь, потом человек становится контролером того, как выполняет какой-то повод, какой-то какая-то программа и алгоритм, он просто проверяет, насколько это соответствует, когда уже это вечно набирает достаточное количество подтверждения, сертифицируется и полностью меняется, то есть, из-за парадигму процесса он превращается через права. Человек сидит в каптёрке уже на новом клубочном условии, пьёт кофе и говорит, окей, я те же самые 100 рублей с вами получаю, не за то, что я полчаса бегал, откручивал 20 банок, проведу, опускал туда счёт, доставал это, я эти же 20 рублей, я же получаю, вот это как у форта, я не помню, когда это, 30-20-е годы, когда, если наводчики в цирку не подходили сзади ни разу ни к одному станку, и ни один станок не остановился, они за это получают деньги. Вот это, в принципе, в контракте жить молодцы будут, когда это не рассматривается, а на работу это отлично. А, то есть, значит, неверно, и оплатить не будете этому человеку столько же? Вы ставите меня в неловкое положение, гарантирую.